Здесь у нас покажено 8 лягушек, и для каждой из них надо нарисовать стрелочку, куда она прыгает. Господа, пожалуйста, проверяйте. Правда ли, что каждые две лягушки, что называется, разошлись? Да. Они были соседями, и они разошлись. Заметьте, пожалуйста, это довольно симметричная картинка, да? Да. Отлично. Ну, а вот теперь успехов вам. Надо везде здесь поставить. Так, уверен, что у него сейчас все получится. Пока он рисует, давайте поймем, на самом деле, что это означает. А это означает, что как только у нас доска имеет размеры 4n на 4n, то есть квадрат, сторона которого делится на 4n, у нас получилась картинка. Вот эту табличку 4n на 4, да, доску 4n на 4, вы можете много раз повторить, так, как он сейчас рисует, и получится, что для квадрата, страна которого делится на 4, у нас все получилось. Теперь давайте посмотрим, если нечетный размер доски. Как ни странно, если размер доски черный, но не делится на 4, то я ответ не знаю. А именно, даже для доски 6 на 6, я не знаю, казалось бы, можно написать программу, но, ребят, одно дело в теории можно, а другое дело, что ее пока никто не написал. А сколько нам нужно взять 4 квадрата за минус? Нет, нельзя. Потому что, если вы возьмете 3 квадрата 3 на 3, то в каждом из них будет потеря одной клетки, а надо, чтобы всего была потеря одной клетки. Берите какую-нибудь доску, хотите 5 на 5, хотите 7 на 7, заштриховываю вот эту вот центральную клеточку. А дальше, а дальше идея, во всех остальных клетках, либо в начале стоит лягушка, либо в конце стоит лягушка. Очень простая конструкция. Вот вы представили себе, что так можно или нет? Да. Здесь все время лягушки, да? И лягушка прыгает. Вы согласны, что ровно половина полей – это те, на которых они стояли, а половина полей – это те, куда они прыгнули, да? Вот. Ну вот теперь смотрите. Здесь есть следующее такое. Я хочу, чтобы было так. Вот, посмотрите. Здесь лягушка сюда перешла. Если вот здесь пойдет стрелочка, это будет плохо. Хорошо. А если стрелочка пойдет сюда, то они были соседние и перестали быть соседними. Хорошо? Хорошо. Так, теперь сюда. По-моему, у меня все получилось. То есть идея такого вот встречного движения. Хорошо. Хорошо. Это получилось. Теперь здесь. Посылаю их вот так вот. Опа! Не работает. Почему? Что? Что? Четыре. 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 Давайте разбираться. Где я начал? Вот здесь? Да. Я начал здесь. Если я начну здесь? Ну, как? А, нет. Пока. Хорошо. Хорошо. То есть, вот смотрите, они были соседями, а стали не соседями. Так, здесь как? Это ушло. Да. Да, видите, я просто начал не стоя. А селедину не надо. Невозможно разбить нечетное число ровно пополам. То есть, одна клеточка обязательно останется его свободной. Так вот, господа, если внимательно посмотреть, то можно и следующий слой, и следующий. И получается, что любой квадрат с нечетной стороной можно таким образом снабдить лягушками, их прыжками. И вот у нас все получится. Повторяю, 6 на 6, для доски размером 10 на 10 и так далее, вообще для доски размером 4n плюс 2 на 4n плюс 2, я ответ не знаю. Я думаю, что никто не знает. То есть, вообще была бы хорошая программистская задача просто решить перебором задачу для 6 на 6, понять, можно ли там поставить 18 лягушек. Скорее всего, нельзя. Потому что, когда пытаешься рисовать, что называется, не получается. Но, повторяю, доказательства нет. А когда доказательства нет, в общем, может быть, все что угодно. Может быть, есть такая конструкция. Может быть, нет такой конструкции.